Отношение к алкоголю должно быть библейским, то есть основано на Писании. Оно ясно совершенно предупреждает. Например, в притчах сказано, не смотри на вино, как оно искрится, как ухаживается ровно, впоследствии как аспит ужалит, и глаза твои будут смотреть на чужих жен, и уста заговорят развратное. И вот интересны такие пассажи, что вино имеет в себе какую-то прекрасную, искусительное какое-то действие, но Писание говорит, что оно ужалит каким-то образом, то есть подставит. И вот, например, есть история про Ноя, главное интересно, что в Библии нигде не осуждается Ной, что он перепил, но оказался хам рядом, который смог подставить своего отца, и написано, что его увидели голым, и увидели его пьяным. Ной попал в проблему из-за того, что употреблял алкоголь. И дальше говорится, что глаза будут смотреть на чужих жен. Знаете, один человек даже сказал, говорит, в миру еще, говорит, я замечал эту взаимосвязь, что чем больше пьешь, тем больше похоть развивается. Это еще мирской человек, говорит, даже в ресторане сидел, выбирал самую страшную женщину глазами, и говорит, как она только начинала ему нравиться, сразу он понимал, надо переставать пить. И следующий момент, там, устазы говорят развратное. Тоже мы это видим постоянно, что люди, употребляя алкоголь, они почему-то их тянет на какие-то развратные мысли. Кстати, удивительно, что в Новом Завете есть такой пассаж интересный. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, да, но исполняйтесь духом. И вот есть здесь противопоставление. Все это говорит о том, что вино ведет к распутству. И, безусловно, алкоголь любой ведет к распутству. Чем больше градусов, тем быстрее ведет к распутству. Поэтому Библия ясно предупреждает.